Всем привет, дорогие друзья! У нас на связи снайпер команды Na'Vi, Саш Симпл. Здорово! Ну, хотя не обязательно снайпер, наверное. Короче, солнце лики, MVP, DreamHack. Поздравляю тебя, кстати, с победой. Как тебе гранд-финал? Расскажи поподробнее, какие карты, по-твоему, были самые интересные, самые напряженные. И вообще, какие моменты ты запомнил больше всего? Самая интересная карта, мне кажется, была Overpass. Может, они не ожидали, что мы и так сыграем. А самая напряженная была Train. Потому что они начали хорошо за атаку играть, и мы сумели закомбетчить за атаку. Ну, и, очевидно, невозможно не спросить по поводу уже новой основы вашей, да, в виде бита. Как, по-твоему, насколько он легко вписывается? Потому что, ну, на мой взгляд, момент, когда приходил Perfecto, он как-то намного-намного легче и быстрее вживался в вашу команду и показывал результат. Ну, Валера много тренируется. Очень спокойный игрок, быстро учится. Он еще учился, когда Егор играл. Он всегда сидел в спектаторах, когда он только Инферно играл. Запоминал его некоторые роли и смотрел, какие решения мы принимаем. Ну, что, и индивидуалка у него очень хорошая. За счет этого, наверное, мы и справились на этом турнире. Что касается спора, наверное, возможно, ты слышал, у нас Сеня писал в Твиттере, против кого-то он там воевал на тему того, что СНГ-регион сильный не потому, что он просто сам по себе суперсильный сейчас, да, в МР особенно, а в том, что Европа сильно сдала, типа, ну и онлайн-эра, и вот это вот все. Так, по-твоему, в принципе, и онлайн-эра, и то, что сдала Европа, и то, что народ, часть, уходит в Валорант, является ли это довольно серьезными вообще знаками стагнации мирового именно Counter-Strike, да, в отличие от только нашего? Ну, еще СНГ, ну, как сказать, мне кажется, что СНГ еще раньше, до того, как Европа стала плохо играть, но только Виталити начали плохо играть, а Stralis еще был тот состав, когда и Virtus.pro, и Spirit входили в топ-4 вместе с нами, и Gambit, ну, в ту же Котовицу. Ликвиды, вот, одна американская команда, да, то, что вот Валорант появился, и из-за пандемии мало американских команд осталось, но я бы не сказал, что за счет того, что Европа сдала, и СНГ команды стали лучше играть, наоборот, СНГ команды начали лучше играть, когда еще там у Европы было более все менее. А что вообще у них случилось, по-твоему? Ну, есть ли у тебя версия какая-то, или это просто отдельные истории, ну, у всей Европы, или это просто отдельные истории, да, с каждой командой, у которой просто там один-два человека уходит куда-то? Ну, это, да, это, скорее всего, отдельная история. У Астралисы, у них уже давно все началось, вообще, я так понял, с организацией, что они не могли там отдохнуть, когда еще есть 3Tech был, они меняли игроков, в итоге они вернули свой состав, но все равно не смогли играть так, как играли раньше. Виталити сначала убрали Неверу, мне кажется, это был самый такой мув. Они сказали, что из-за правил от Valve им надо было попрощаться, хотя Невера хорошо играл, сейчас он вообще в Валорант ушел, еще РПК забил, поэтому Виталити стали слабее. Что там еще? А вот Фэйзы, ну, Фэйзы и Г2, Г2 уже играют лучше, потому что они набрали форму, а Фэйзам надо еще время, так как Карриган пришел, им надо натренироваться. Понял. Беги, беги просто тоже по чуть-чуть набирают форму, но и OG, мне нравится в последнее время OG, они могут демонстрировать хороший CS. Мне кажется, они как раз вот на этой онлайн-эре намного больше выехали, чем все остальные среди европейцев. Да, у них еще очень молодой состав и хороший капитан, и организация может помочь им. Кто по-твоему выиграет европейский РМР? Так сейчас, кто там катает, понеслась. Там тоже 16 команд? Да, да, там все вроде точно так же, как и у нас. Не, там же, там сразу сингл или элиминейшн, ой, дабл элиминейшн сразу. А у нас тут сначала группы, да, а потом плей-офф. Сейчас чек. По идее. Да-да, да. Да, точно 16 команд, в этом я уверен. Да, у нас группы, 8 команд выходят. У нас вообще такая, я не знаю, кто эту систему придумал, но это очень странная система. То есть тебе не нравится швейцарка, вот это потом... Нет, софт-3 с каждой командой играть, потом еще плей-офф, это вообще... Ну, это, мне кажется, классно играть там на каком-то Тайр-1 турнире. Ну, ты имеешься на лане человеческом желательно, да? Да, 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 вот это было бы прикольно. А вот если мы сравниваем с Лэшпоинт третьим, там где... Хотя они тоже месяц играют с 10 по 30, но там быстрее все. Во-первых, конечно, не факт далеко, что ты смотришь за молодежью. Я вот посмотрел тут и квалификации, соответственно, первый день вчера комментировал. Если кто-то кого-то мог бы выделить и за кем-то вообще, в принципе, наблюдал? Я не имею в виду смысле вот этой Тайр-1 команды, о которых и так все понятно, да? Там комбиты, которых мы и так бесконечно смотрели, там, спириты и так далее. Да, если честно, наверное, нет. Ну, вот, можно сказать, Форс. Они там и у Virtus.pro выигрывали, и у каких-то там команд, у спортов я вижу. Может быть, Форс. Хотя, не знаю. А из... ну, К-23 еще вот есть. Немига тоже. Вот Немига, кстати, у них там же новый игрок. А и дисбаланс они взяли, да. Вот Немига может тоже неплохо сыграть. А вот остальные команды я не сильно знаю. Банка Pepsi есть. Да, Банка Pepsi. За Сиздом ты не следишь, да? Не особо, но я видел, они вчера выиграли. Кого-то там 2-0 вроде, да? Или 2-1. Но они как раз, по-моему, и... А, нет, они, да, они обыграли украинскую команду. Марлиан, да. Маркиеловых. Маркиеловых. Ну, в общем... Я уже, да. Было поздно, на самом деле. Так вот, что касается... Давай уже тогда, я раз уж не смотрел за молодыми командами, вернемся сразу к дефолтным вопросам по поводу Ancient, потому что очевидно, что твое мнение значит много. Я не знаю, играл ты, не играл. Сколько я уже народ спрашивал, все очень-очень разные мнения выдают. Я... От восхваления до максимального уровня негатива. Да, я две игры играл. Первый, это когда шел матч был там с игроками. Мы видео записывали для пласта вроде. А второй вот матчмейкин сыграл. Ну, вообще прикольно, что они убрали одну из карт. Конечно, они могли... Я думал, они уберут overpass, либо тот же Mirage. Но они решили убрать train, тоже неплохо. Придется теперь всем командам там, кто не играл Vertigo, играть либо Vertigo, либо Ancient. Мне кажется... Но я так понимаю, что у вас не изменится ситуация по отношению к Vertigo. Ну, пока нет, пока нет. Надо всех догонять к Vertigo. Да. У тебя у самого-то личное отношение к Vertigo какое? Просто я смотрю, сколько по популярности, да, карта живет. То есть постепенно вроде как она должна получать больше и больше популярности. Не с точки зрения компетитива даже, да. А именно, ну, простого паблик людей, да, там, простых людей, которые смотрят компетитив и так далее. Они все еще довольно негативно относятся к ней. Это самая непопулярная карта. Очень много людей просто переключают канал, если видят ее. У тебя она, может, изменилась при переработках отношения к ней вообще какого-то? Не, мне нравится играть в Vertigo, но я до сих пор не понимаю, там, вроде, за атаку намного легче играть на этой карте. Может, она какая-то дисбалансная. А вот если говорить еще про Ancient, то если они будут менять Ancient три раза, как они это сделали с Vertigo за месяц, то... Ну, они тогда три раза поменяли карту, полностью изменили. Если они так же сделают, то это будет плохо. Надеюсь, они не будут что-то... Какие-то баги пусть убирают. А саму карту, в целом, лучше ее не менять, не трогать. То есть, они, конечно, дико дисбалансная в пользу КТ и там нереальное количество 90-градусных углов и вот этой всей души танты. Ваши... Как это карта? Таксент, да? Ваншейт. Ancient, да. Ancient, точно. Отстань, хорошего папа. Но вообще углов там очень много. Рейсить там можно везде, да. Угу. Окей, я думаю, что на этом в целом можем и закончить, потому что мы и так уже слишком много, на самом деле, наболтали. Болейте за СНГ, контр-страйк, поддерживайте нашу команду. Надеюсь, это будет весело. Спасибо.